Я знаю подробности. Юра Баранов, который в Москве, а то он его хорошо знает, нашел, где и как убили его. Так вот слушай, был он на Урале. Лопатки. Слышал, как он лопатки? Там 6 часовых было тогда. И там с прогулки шли, и мусора побили на прогулке хороших людей. Побили здорово. Большая часть, не только кто в камере там сидел, по 5 человек там в камере, но там все, где крытники. Объявили голодовку, присоединились многие еще. Присоединились. В зоне, в зоне, в зоне, в зоне. Мусора приходят бриллианты и говорят, Вася, вот так, вот так, все объявили. Когда Москва узнала, Москва-то, у права-то берет муторок, блядь, тварь, что уже голодует около месяца, блядь. Вот бриллиант, бриллиант говорит, а не раз, а второй, бриллиант говорит, пошли вы нахуй, блядь. Я-то при чем, мол, если вы не можете остановить. Я-то при чем, все я в порядке, вы наводите порядок, блядь. Шемайте. И бриллианты отправляют вперед, в тюрьму. В Перми он сидит два месяца, в тюрьме, бриллиант. Куда его сумочка? Куда, где хлопнуть его, блядь. Отправляют его в Суликанск. Вертолетом везут бриллианты с Перми, в Суликанск. И уже подъезжая, в вертолет, полетая, передают его. А там Шмицарев такой был, генерал, хозяин. Старая произвольная рожа, сука, генерал, начальник управления Шмицарева. И перед Суликанском, когда что-то там мусора начали, и он там, ну что он там сказал, мусора его в вертолете избивают. Но избивают-то, блин, не так, что сразу наоблухо там. И передают его на пересылки. Вечером там выгружают это, а в пять часов его, и кидают его к палюму. И его задушили.